Мне сегодня стало скучно. Я решил снять очередной тест-драйв, видеообзор своей зимней машины, которая называется Land Rover Range Rover второго поколения, кузов P38. Также её называют ещё Pegas. Начнём с багажника. Уже по традиции открывается он с помощью нажатия вот этой кнопки. Одна часть поднимается вверх, нижний борт откидывается вниз. Очень удобная конструкция. Всегда можно сюда что-то положить при погрузке. Удобно пользоваться на природе. Опять-таки там оружие заряжать, ещё что-то. Багажник сам по себе большой. Но опять-таки с поправкой на размеры машины. Есть такая вот ниша. У неё лежит полноразмерное запасное колесо, но, правда, штатного размера, самого маленького размера. Ну и всякие там необходимые мне вещи. Есть CD-ченджер, он тоже в багажнике находится. Вот так вот. Кассета, ченджер. Ченджер, кстати, Clarian. Хотя в машине стоит опциональная музыка, не Харман Кардона. Но это всё оригинал. Вот там вот находится сабвуфер. Тоже штатный. Так, салон у машины довольно просторный. Заднее сидение. Сидеть здесь удобно. Несмотря на то, что спинки расположены вертикально, сидеть удобно. Удобно отформовано сидение. Много места для ног. Сидение складывается тоже легко. Там за спинкой есть кнопочка такая. Вот я сейчас её нажал. Вот всё, откинуто сидение, да? Ну и следующим движением оно делается вот так. Вот так вот выглядит передняя часть салона. Кстати, вот потолок я перетянул у этой машины в Алькантаро. Старый потолок. Машина 98-го года выпуска. И за 18 лет старый потолок провис. Вот мне сделали новый потолок из Алькантара. Мне нравится. У этой машины кожа от Atelier Canole. Это очень приятная на ощупь кожа. Она очень прочная, очень такая упругая, износостойкая. И, к сожалению, вот сейчас уже на современных автомобилях такой кожи нет, потому что просто нет самого Atelier Canole. Но вот здесь именно кожа Canole. Давайте посмотрим под капотом. Под капотом у нас V-образная «восьмерка» объёмом 4,6 литра. Двигатель сделан целиком из алюминия. То есть у него алюминиевый блок, алюминиевые головы. Но при этом у него один нижний распредвал, штанги, коромысла. И всё это приводит к лапанным механизмам в действие. Вот чтобы закрыть капот, его нельзя захлопнуть. Просто вот если я буду его тянуть вниз, его нужно поднять до упора вверх и потом только закрывать. Такая вот защита от случайного падения капота. Пройдёмся немного по опциям. Да, вот, кстати, на что бы хотелось обратить внимание. У машины очень удобный педальный узел. То есть вот я сейчас в больших зимних ботинках, да, и я совершенно спокойно могу нажимать на обе педали. И, скажем, если я сажусь вот в эту BMW, в этой же обуви, кстати, о ней, о BMW я расскажу позже, это BMW M6. Когда будет погода, я сделаю специальный обзор этой машины. Там в этой обуви ездить очень неудобно. Управление светом. Это передний противотуманный фонарь, задний. Управление пневмоподвеской от самого нижнего состояния до погрузочного. Трассовое состояние, стандартное состояние, повышенное состояние, высокий клиренс для бездорожья. Это блокировка подвески, чтобы машина сама не меняла клиренс. Ну, скажем, если вы прицеп буксируете, чтобы он не соскочил. Аварийка, круиз-контроль. Круиз-контроль включается здесь, управляется вот этими вот клавишами магнитола. Ну, тут ничего сложного. Климат-контроль раздельный, коробка передач с двумя пазами. Один для обычной езды, второй – это бездорожье, это пониженный ряд. Ну, и здесь управление стёклами, санруфом и управление зеркалами. Ну что, поедем прокатимся? Вас приветствует видеорегистратор МИО. Да, но прежде чем ехать, давайте я вам покажу, как работает дневно-подвеска. Мы её сейчас отпустим в погрузочное положение, это самое низкое положение. То есть, вот насколько автомобиль ниже. Колеса полностью ушли в арку. Она фактически лежит на отбойниках сейчас. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Получилось? Да Ну вот так вот выглядит Полностью поднятое положение Здесь Клиренс Черт его знает какой Сантиметров 40 наверное есть Очень большие углы Въезды и съезды Прошу не обращать внимание на Древеск и поскрипывание Это не проблема всех Крончеров этого поколения Это скорее особенность конкретно Моя машина Это связано с условиями эксплуатации Я много езжу на ней по плохим дорогам По разбитым дорогам И по тем поверхностям которые Дорогами вообще не являются Хочется отметить Прекрасный круговой обзор Это заслуга квадратного пузова То есть Прекрасно видно во все стороны Зеркала Сзади Габариты машины замечательно ощущаются Это огромное подспорье не только при парковке Но и на бездорожье Кстати вот мы едем почти 100 км в час Да Существенное дополнение Значит у меня машина стоит На нестандартных колесах У меня стоят колеса размером 265 на 65 18 Это я не знаю Это сколько 31,5 дюйма примерно Надо посмотреть Это очень тяжелые колеса Каждое колесо весит Не менее 35 кг Это в свою очередь Сказывается на комфорте И приводит к тому что Спидометр дает Несколько заниженные показания скорости Шумоизоляция здесь просто изумительная Тут в отличие от современных автомобилей Весьма органичная трансмиссия Здесь спереди Неразрезной мост Ну сзади соответственно тоже Раздаточная коробка стоит Обычная С цепным приводом И Совершенно честный полный привод Честный это значит 50 на 50 То есть постоянно На любой поверхности Распределение Крутящего момента по осям 50 на 50 Рулевое управление Здесь как на грузовиках Здесь нет никаких Реек Никаких Ухищрений Тут идет Рулевой редуктор Из него выходит Из редуктора выходит Одна единственная тяга Она тянется На правое колесо А от правого колеса Рулевая тяга тянется На левое колесо То есть такая вот диагональ Вот заметьте Насчет подвески Я совершенно не Пытаюсь обруливать ямы Тут они довольно глубокими местами попадаются То есть они совершенно не доставляют Дискомфорта Подвеска здесь Как уже было очевидно Пневматическая Но пневматическая Не как на современных автомобилях Где стоят пневмостойки А как на автобусах и грузовиках То есть вместо упругого элемента Здесь обычные резиновые мешки В которые накачан воздух Но справляются Свои задачи они прекрасно Они ни обо что не трутся Хватает их надолго Ремонт очень бюджетный Тормоза вполне хорошие Эффективные Если не гонять их хватает Рулевое управление здесь Совершенно не чувствительное То есть Очень сложно понять По усиленному рулевому колесе В каком положении находятся колеса Кроме того конструктивно Тут довольно большой люк Я не знаю видно или нет Вот я сейчас шатаю рулем А машина едет прямо Да то есть это вот При этом Это не то что люфт Что-то неисправное Здесь все в отличном состоянии Я слежу за автомобилем Это вот такая конструктивная особенность Так Ну вот здесь вот Мы сейчас развернемся Поедем в обратную сторону Мы сейчас сейчас Мы видим Мы сейчас Мне очень нравится звук работы двигателя Когда его пришпориваешь, он рычит А когда едешь спокойно, он как на лодке такой издаёт звук Вот, кстати, одна тоже из неприятных вещей этого поколения рейдж-роверов У него куча электроники совершенно Огромное количество различных датчиков И вот сейчас вы видели, это неисправность, это глюк датчика тормозной жидкости Тормозной жидкости там навалом Но иногда он начинает издавать противный звук И сообщать о том, что необходимо дарить Хотя такой необходимости нет Но я думаю, это надо просто заменить будет датчик Так, в целом, конструктивный автомобиль очень надёжен То есть это рама, это мощная рама На ней жёсткий кузов Классическая компоновка Для внедорожников То есть это весьма и весьма надёжный автомобиль Но давайте немножко съедем с асфальта Потому что всё-таки у нас внедорожник Я не буду углубляться в какие-то глубокие там говна Потому что вы, в принципе, все говна найдёте Горка у нас какая? Может быть, туда попробуем заехать Как эти машины ездят по говнам Вы легко найдёте в интернете То есть там такие будут ролики Что я сейчас по-быстрому вам такое не сниму Вот мы сейчас совершенно уверены Не на пониженной Поднимаемся в скользкую горку Вот здесь 20 км в час скорость Самое главное Тут реле газовую трубу Самое главное Здесь не нарваться на какую-то Штырь металлическую Я вот всегда это боюсь Легко На тысячу Вот Оба-на Вот ребята Катаются Красавцы Ну, было побольше снега Я бы сейчас тут на снегоходе катался Но, увы, снега Да нет Давайте я продемонстрирую Как работает понижающий ряд Он нам сейчас не нужен Но, тем не менее, просто, чтобы видеть Значит, это нейтраль Скидываем рычаг вправо Вот у нас пониженный ряд Да, сейчас включился Вот драйв Вот машина сразу дёрнулась Очень большой крутящий момент Из внедорожного арсенала Значит, помимо понижающей передачи Ну, и тут вот видно Есть помощник спуска с горы Подъём в гору За неё стоит блокировка дифференциала Межосевого Блокируется муфта В раздатке И у неё есть имитация Межколёсных блокировок С помощью электроники Вот с помощью сложной тормозной системы Которая здесь есть И в отличие от большинства Автомобилей Ну, я имею в виду сейчас, конечно Современные кроссоверы Здесь это всё эффективно работает Ну, вот так как мы сейчас будем спускаться с горы Давайте включим помощника Пусть помогает Я сейчас не жму вообще никакие педали Мы сползаем с пригорка Ну, а, кстати, мне нравится Я никогда этим не пользовался Всё, вот Машина сама тормозит Вообще ничего не жму Вот Ладно Включаем обычный режим Здесь уже у нас бездорожья как такового нет Обычный просёл Вот сейчас немножко сработал трекшн-контроль Под колёсами лёд Дорога неровная И вот, кстати, вот на таких дорогах Автомобиль довольно трудно управляется Всё из-за того, что мосты начинают скакать Да, то есть тут независимая подвеска мосты Они прыгают И фактически теряется связь с поверхностью То есть вот На таких покрытиях нужно быть Особенно осторожным Потому что можно в один момент улететь с дороги Потерять контроль на машине Улететь с дороги Ну вот ещё один момент Про который часто люди спрашивают И интересуются Это расход топлива Сейчас я вам его покажу Тут есть бортовой компьютер Вот Это средний расход топлива 19,2 литра на 100 км Средняя скорость 44 км в час За 2000 км Это у нас статистика Немножко хочу сказать о климат-контроле Когда он исправен А бывает так, что он ломается Он работает великолепно То есть в лютые морозы в автомобиле очень тепло Он очень быстро прогревается Есть, естественно, все обогревы Обогревы кресел Обогрев лобового стекла Обогрев заднего стекла Всё подогревается Субтитры создавал DimaTorzok Обратите внимание, что подвеска Встала в трассовый режим Автомобиль стал ниже И вот на таких скоростях Это изменение клиренса Оно даёт существенную разницу Автомобиль Гораздо лучше Лучше за руля Лучше стоит на дороге Его меньше болтает Я сейчас руль не держу Вообще Вот моя вторая рука Вот скорость, да И сейчас Выйдем на хайвей Немножко динамику машины Оценим Вот я газ в полу держу сейчас Дальше некуда Дальше некуда В 1200 оборотов ползём в маленькую гору В 1200 оборотов ползём в маленькую гору Так, ну я что-то проголодался Поэтому едем Хавать вкусную здоровую пищу Макдоналдс Буду заказывать Я думаю всё На этом наш тест-драйв закончен Спасибо, что смотрели Ну и до следующей встречи Пока